Всем привет! Меня зовут Александр. Ну, конечно, первое, что хочется сказать, это то, что Михаил задал слишком высокую панку, наверное, для сегодняшней лекции. И следующая лекция, которую я вам представляю, будет, конечно, более научно-популярной. Еще Михаил задал интересную тенденцию такую для сегодняшнего выступления, что он посвящает эту лекцию кому-то. Я, конечно же, посвящаю эту лекцию моей прекрасной жене Лере, которая здесь присутствует. Да, она не дает мне сходить полностью с ума, когда я занимаюсь тем, чем сейчас вы узнаете. Вот, начинаем. Так, нормально, да? Ну, что хотелось бы сказать в первую очередь. Две лекции назад, мои лекции назад, мы с вами заглянули в необъятное глубокое космическое пространство, которое находится по отношению к человеку во внешнем мире. Мы узнали, что по сведениям современных астрономов-исследователей, космос необъятно глубок и практически бесконечен, что дает человечеству еще исследовать его, ну, в течение, там, двухсот лет следующих. На прошлой моей лекции мы обсуждали более приземленные темы, и я рассказал вам про нанотехнологии с точки зрения одного российского ученого, то есть меня. Сегодняшняя лекция позволит нам заглянуть в мир микро, микромир, который также присутствует вот в нашей реальности, которая нас окружает. Это мир атомов, еще более мелких фундаментальных частиц, из которых, как мы сегодня узнаем, состоит все вокруг, мы с вами, и даже вот галактики и космические объекты невероятных масштабов. Так она и называется, из чего состоит все. Так вот, что же такое реальность? Окружающий мир во все времена был для человека немного странным и таинственным, и большую часть времени он был, конечно же, скрыт от нашего сознания. Поиск понимания природы реальности — это один из наиболее глубоких вопросов науки, современной науки. Открытие ученых прошлых лет приводит нас сегодня практически к рубежу, к границам человеческого познания. Сегодня, как мы узнали из прошлой лекции, мы задеваем сложнейшие вопросы природы реальности, связанные с квантовой физикой, начиная от черных дыр и заканчивая самой структурой пространства и времени. Для большинства населения Земли повседневная реальность — это нечто знакомое, удобное и надежное. Ведь во всем вокруг есть логика. Деревья растут вверх, поведение футбольного мяча происходит по законам, хорошо понятным для многих людей. Солнце восходит и заходит, и все, что нас окружает, оно происходит в трехмерной реальности, в трех измерениях. Однако ученые-физики видят все это под несколько другим углом. Так что же такое реальность в понимании современных ученых? Казалось бы, вот одно из многочисленных определений реальности. Реальность — это философское представление того, что мы считаем настоящим. Но что-то оно особо не помогает, правильно? Нельзя, конечно, избежать того факта, что осознание природы и реальности является одним из самых мощных и действительно пугающих вызовов, которые задает нам физика современности. И физики, подходя к этому вопросу, поступают достаточно просто. Они разбивают реальность на осколки. Еще в Древней Брина люди пришли к выводу, что материя, из которой состоит мир, состоит из основных строительных блоков. Слово «основной» здесь будет ключевым. Под основными блоками имеются в виду объекты, которые по своей природе просты и не имеют какого-то внутреннего строения. Некто малоизвестный древнегреческий мыслитель Аристотель выяснил, что природа вокруг состоит из четырех основных строительных блоков — огня, воздуха, воды и земли. Но на сегодняшний день нам известен более фундаментальный элемент, нежели вышеперечисленный — это атом. Около 1900 года люди считали атомы фундаментальными частицами и представляли их в виде шариков, которые проникали везде и переносили электрический заряд. Но является ли атом на самом деле фундаментальным? Люди вскоре догадались, что все атомы можно разделить на группы, имеющие похожие химические свойства, и создали периодическую систему элементов. Она свидетельствовала о том, что атомы состоят из более простых кирпичиков, различные комбинации которых определяют, какие химические свойства будет иметь атом. Более того, эксперименты, которые позволили заглянуть внутрь атома, подтвердили, что у атома есть своя структура, и он вовсе не похож на шарик. Эти же эксперименты помогли ученым узнать, что атомы имеют маленькое, но плотно положительное заряженное ядро, окруженное облаком отрицательных электронов. Поскольку ядро казалось маленьким, цельным и плотным, ученые сначала думали, что оно представляет собой фундаментальную частицу. Но потом ученые открыли, что внутри ядра находятся положительно заряженные протоны и нейтроны, у которых заряда нет. Дальше оказалось, что эти протоны и нейтроны составляют из чего-то досостоят. Они состоят из частиц, названных кварками. Насколько нам известно сегодня, кварки подобны точкам в геометрии, и они не состоят из чего-то еще. После тщательного тестирования ученые стали подозревать, что кварки и электроны, а также еще некоторые частицы, с которыми мы чуть позже с вами познакомимся, являются фундаментальными частицами. Итак, это современная модель атома. Электрон находится в постоянном движении вокруг атомного ядра. Протоны и нейтроны качаются внутри ядра, а кварки — внутри протонов и нейтронов. Приведенная в этом слайде картинка немного недостоверна. Если мы нарисуем атом с сохранением масштабов и изобразим протоны и нейтроны с диаметром равным сантиметру, то электроны и кварки будут равны примерно толщине человеческого волоса, а диаметр самого атома будет достигать 4 километров. Таким образом, вы можете представить, что 99 и несколько девяток следующих за запятой в периоде процентов объема атома — это пустое пространство. На сегодняшний момент мы точно не знаем, насколько малы кварки-электроны. Определенно, они меньше, чем 10 в минус 19 метра и буквально считаются точками. Но нам это пока что достоверно неизвестно. Также нельзя отрицать того, что электроны и кварки на самом деле могут оказаться не фундаментальными частицами, а также состоять из каких-нибудь частиц. И сегодня никто не берется предсказать, вообще, как говоря, закончится когда-нибудь это безумие или нет. Ну так вот, изучая строение атома, труднее всего свыкнуться с мыслью, что они представляют собой почти идеальный вакуум. Все состоит из атомов, включая наши с вами тела, и с виду оно хоть и не бесплотно, но на самом деле почти полная пустота. Однако, эта пустота на самом деле не пуста, как выяснил профессор из университета Аделаиды Дерек Лейнвенбер. Поместив в суперкомпьютер уравнение квантовой хромодинамики, он получил картину вакуума в виде вот такой вот кипящей пены флуктуации плотности глюонного поля, которая происходит за немыслимо малое время. Частота флуктуации составляет 10 в 24 кадров в секунду. В красных участках на картинке показаны плотность энергии, достигающая максимума. Размер области здесь также немыслимо мал. Вот слева внизу вы можете посмотреть, он составляет несколько миллионных долей нанометра. В моделировании, представленном на этом слайде, появляются и аннигилируют кварки и антикварки пустого пространства, заполненного, не заполненного этой пеной, не бывает. Итак, получается такой некоторый парадокс. Флуктуации есть всегда, даже когда энергия вакуума минимальна. Однако, можно ли от них избавиться, приложив энергии побольше? Расход энергии на создание идеального вакуума оказывается настолько немыслимым. Кроме того, что для этого потребуется немыслимая энергия, он будет еще крайне нестабильным. И малейшее возмущение приведет к тому, что он моментально заполнится вот такими вот флуктуациями снова. Это можно провести аналогию, такую же, как при нагревании магнита исчезает магнитное поле. Итак, каким же инструментом физикам удается расщепить частицы в поисках фундаментальных основ строения мира? На данный момент времени, на сегодняшний день, в мире построены десятки ускорителей частиц коллайдеров, которые имеют разные мощности, предназначены для разных целей поиска разных частиц. И на них в данный момент проводятся миллионы соударений частиц в минуту. Они представляют из себя туннели с мощнейшими магнитами, по которыми с околосветовыми скоростями передвигаются частицы в разных направлениях и в лоб в лоб соударяются, разлетаясь, расщепляясь и поражая целый зоопарк более мелких частиц. В процессе поиска фундаментальных частиц в конце 1990-х годов физикам удалось разработать теорию, названную стандартной моделью, которая рассказывает, из чего состоит мир и почему он не разваливается. Это простая, но обширная теория, которая объясняет взаимодействие найденных на данный момент почти двух сотен видов разных частиц, большинство, конечно, из которых не являются фундаментальными. Всего лишь стандартная модель объясняет все устройство мира всего лишь с помощью шести кварков, показанных сверху, шести лептонов снизу и частиц переносчиков взаимодействия. Таким образом, большинство материи, которую мы наблюдаем вокруг, состоит из протонов и нейтронов, которые сделаны из кварков. Известны шесть типов кварков, о которых говорят попарно. Верхний и нижний, очарованный странный, истинный прелестный. На самом деле, для каждого еще из них существует свой антикварк. И у кварков, в отличие от протона и электрона, присутствует дробный электрический заряд. Вот, я не знаю, видно вам на этой картинке. Вот две трети — это заряд здесь обозначен. Кварки существуют только в группах с другими кварками и никогда не обнаруживаются по отдельности. Составные частицы из кварков называются адроны. Существует несколько классов адронов. Это барионы, которые состоят из трех кварков, и мизоны, содержат кварк и антикварк. Еще один из типов фундаментальных частиц — это лептоны. Существует шесть лептонов, три с зарядом, три нейтральные. Они выглядят как точные частицы без внутренней структуры. Наиболее известный лептон — это электрон. Другие два — это мион и тау-лептон. Имеют такую же массу, как и у электрона. Имеют такой же, точнее, заряд, как и у электрона. Минус единица, но разную массу. Остальные лептоны — это три разновидности нейтрина. У них нет заряда. Их невероятно трудно обнаружить современными методами. И они практически не взаимодействуют с остальными частицами. Большинство нейтрина пролетают сквозь Землю без взаимодействия с ее атомами. Так как нейтрина образовалась при рождении нашей Вселенной и редко взаимодействует с материей, то их очень много во Вселенной. Крочная масса нейтрина и их огромное количество могут вносить общий вклад в массу Вселенной и влиять на ее расширение. В то время как кварки существуют только в составе частиц с другими кварками, лептоны — это одинокие частицы. Стандартная модель — это очень хорошая модель, подтверждаемая современными экспериментами. Но это не теория всего, так как она не описывает темную энергию, темную материю и не включает в себя гравитационные взаимодействия, которые по-прежнему описываются в рамках общей теории относительности, разработанной Эйнштейном. Таким образом, в настоящее время фундаментальные взаимодействия описываются двумя общепринятыми теориями — это общая теория относительности и вот стандартная модель. Пока что их объединения достичь не удалось ввиду некоторых трудностей создания теории квантовой гравитации. Только что, как мы узнали, все от галактик до молекул нашего тела состоит из кварков и лептонов, но это еще не полная правда. Кварки ведут себя совсем не так, как лептоны, а для каждого вида материальной частицы существует соответствующая частица антиматерии или античастица. Античастицы выглядят и ведут себя подобно своим двойникам, но различаются тем, что имеют противоположный заряд. Когда частица и античастица встречаются, они аннигилируют в чистую энергию. И внимательный слушатель, конечно, сейчас возмутится, что это такое антиматерия, чистая энергия, что это за стартрек такой. Про что это ты рассказываешь нам, Александр? Ну, в общем, идея с антиматерией довольно странная, но вы можете видеть доказательства антиматерии вот на этом стареньком снимке справа, с правой стороны экрана. Это снимок пузырьковой камеры, которая мы видим, вот, выделен цветом, как раз распад на частицу и античастицу материи. Магнитное поле в этой камере позволяет завиваться им в разные стороны. Однако, если материя и антиматерия так похожи, за исключением электрического заряда, то почему во Вселенной так много обычной материи? Ну, ответ на этот вопрос таков, что пока ученые не знают этого. И, конечно, этот вопрос не дает им спать спокойно. Так вот, согласно стандартной модели, всю Вселенную равномерно заполняет невидимое поле Хиггса. Легкие частицы электроны, кварки и другие цепляются за него и становятся инертными. Можно сказать, что у них появляется, как бы, массивность. Хиггсовское поле мешает частицам ускоряться. Чтобы понять смысл Хиггсовского поля, можно представить такой мысленный эксперимент. Накрошите пенопласт, легкий материал, такие шарики пенопласта, на поверхность гладкого стола и подуйте. Они как бы разлетятся во все стороны, практически без задержек. Но если мы на эту же гладкую поверхность нальем слой жидкости, опять накрошим шариков туда пенопластовых и подуем, то они уже будут, как бы, тормозиться этим слоем. Вот как раз слой жидкости представляет из себя Хиггсовское поле. Другой пример можно привести, если идти по снегу, например, в лыжах или просто в ботинках. То есть вы будете проваливаться, либо скользить по этому полю. Квант этого поля как раз является бозоном Хиггса, найденным недавно на Большом Адронном коллайдере. Подтвержденные информации. Итак, Вселенная, которую мы знаем и любим, состоит из фундаментальных частиц и существует благодаря тому, что эти частицы взаимодействуют некоторым образом между собой. Но что же удерживает все вокруг вместе? Все эти взаимодействия, включающие, притягивающие, отталкивающие силы, распад и аннигиляцию, свойственны этим частицам. И до открытия бозона Хиггса ученые выяснили, что всего существует четыре фундаментальных взаимодействия. И все силы, которые есть в природе, можно свести к этим четырем взаимодействиям. Это сильное, электромагнитное, слабое взаимодействие, гравитационное. И поле Хиггса сегодня называют пятым фундаментальным взаимодействием. Но как именно взаимодействуют частицы материи? Проблема в том, что они взаимодействуют без касания. То есть, как Солнце притягивает Землю, как магнитные полюса чувствуют друг друга. Что это за силы такие магнетизм и гравитация, которые за это ответственны? На самом низком фундаментальном уровне силы — это не что-то, что передается частице к частице. Это не что-то, что происходит с частицами, а что-то, что передается от частицы к частице. То, что мы представляем себе как силы, на самом деле является взаимодействием частиц-переносчиков вот этого взаимодействия, воздействия их на материю. И частицы-переносчики производятся или поглощаются только частицами материи, на которую они влияют. Например, электроны или протоны имеют электрический заряд, поэтому они могут производить или поглощать частицы-переносчики электромагнитных сил, таких как фотоны. Нейтрина, к примеру, не имеет заряда, поэтому фотоны они никоим образом не поглощают и не производят. Итак, несмотря на то, что стандартная модель в настоящее время является наиболее успешной теорией физики элементарных частиц, она несовершенна и не может считаться окончательной теорией элементарных частиц. Она должна быть частью некоторой еще более глубокой теории строения микромира, той частью, которая видна в экспериментах на современных коллайдерах при энергиях ниже примерно 1 терраэлектрон-вольта. Есть целый ряд экспериментальных наблюдений за природой, для которых стандартная модель не дает адекватного объяснения. Итак, что же это за проблемы? Но первая проблема — это гравитация. Стандартная модель не предоставляет объяснения гравитации. Кроме того, она несовместима с наиболее успешной теорией гравитации на сегодняшний день, общей теорией относительности. Следующая — это темная энергия и темная материя. Космологические наблюдения говорят, что стандартная модель способна объяснить всего лишь около 4 или 5% материи во Вселенной. Из недостающих 95% этой материи около 22,5% должны быть темной материи. То есть материя, которая ведет себя точно так же, как и другая материя, которую мы знаем, но которая слабо взаимодействует с полями стандартной модели. Остальное должно быть темной энергией, которая представляет из себя постоянную плотность энергии вакуума. Попытки объяснить темную энергию с точки зрения энергии вакуума стандартной модели приводят к некоторому несоответствию, различающемуся на более чем на 120 порядков. Следующая проблема — это масса нейтрина. Согласно стандартной моделью, как сегодня я вам рассказал, нейтрина не имеет массы. Тем не менее, некоторые эксперименты с нейтриными осцилляциями показали, что нейтрина на самом деле некоторую массу имеет. И массовые члены для нейтрина могут быть добавлены к стандартной модели вручную, но это приводит к некоторому рассогласованию и другим теоретическим проблемам. Также непонятным остается вопрос асимметрии материи и антиматерии. Вселенная состоит по большей части из вещества. Тем не менее, стандартная модель предсказывает, что вещество и антивещество должны быть созданы почти в равных количествах, которые бы уничтожили друг друга, пока наша Вселенная охлаждалась после Большого взрыва. Ну и физика, которая выходит за пределы этой стандартной модели, которую иначе называют «новая физика», относится к теоретическим разработкам, которые пока что экспериментально не подтверждены. Но она необходима для того, чтобы объяснить недостатки стандартной модели, рассмотренные выше. Другая проблема заключается в математических основах самой стандартной модели. Стандартная модель не согласуется с общей теорией относительности в том смысле, что одна или обе эти теории разваливаются в своих описаниях на более мелкие при определенных условиях, например, в рамках известных сингулярностей пространства и времени, таких как Большой взрыв или горизонт событий черной дыры. Ну а теории, которые лежат за пределами стандартной модели, включают в себя различные разрешения расширения стандартной модели через суперсимметрию, где происходит удвоение числа известных элементарных частиц, либо совершенно новые объяснения, такие как теория струн или ее развитие М-теория, теория многомерных струн Бран. Также есть петлевая теория петлевой квантовой гравитации, которая говорит, что все вокруг представляет из себя квантовые ячейки пространства, связанные друг с другом, и теории дополнительных измерений. Некоторые из них имеют внутренние проблемы, и ни одной из них пока что нет экспериментального подтверждения. Проблема заключается в том, что для подтверждения каких-то из этих теорий сейчас нужны такие энергии, которые недостижимы на современных коллайдерах. Большой адронный коллайдер сейчас позволяет провести некоторые эксперименты, которые ранее были невозможны. И он, вероятно, будет первым инструментом, который подтвердит некоторые из вот таких теорий современной физики. Ну, наверное, это все на сегодня. Вопросы, может быть? Можно? Да, конечно. Из вашей лекции я понял, что человечество сейчас находится вообще в полнейшем потеке. Мы просто берем, разгоняем на огромные машины, адронный коллайдер, частицы. Они друг к другу связаются, разлетаются на куски. Мы кускам атома даем новые имена и говорим, что из них построена вселенная. Добавок, кроме этого, мы понимаем, что это описывает 4% всей материи, а все остальное мы вообще не знаем. И строим какие-то теории струн, которые не доказать, не провернуть нельзя, и они вообще ничего нам не дадут. Ну, то есть мы в полном потеке. Добро пожаловать в реальность. Может быть, мы где-то методологически ошиблись, когда мы строили науку. Может быть, мы где-то ошиблись и где-то не там пошли. Вы знаете, вся наука, которая заключается в современном человечестве, она как развивалась-то? То есть сначала предлагались безумные абсолютные теории, которые потом вроде бы начинали походить на действительность, какие-то подтверждались какими-то экспериментами или другими теоретическими выкладками. И сейчас мы как раз на вот этой границе и стоим, когда предлагают совершенно какие-то абсолютные безумные теории, которые пока что непонятны, но которые в будущем будут подтверждены. Или нет. Или нет. Правильно, да. У меня... Можно я скажу свое мнение? У меня все-таки мнение такое, что квантовая физика вся она строится на постулатах. И вот мое мнение, что в природе постулировать ничего нельзя. Постулаты — это просто наша слабость. И из-за того, что мы не можем это объяснить. И они порождают как раз-таки кучу парадоксов. Я думаю, что мы сейчас в полном тупике, и нам просто нужно пересмотреть физику 20-го века заново и найти все-таки ошибки. Потому что так же двигаться нельзя, мы ничего нового не сделаем. Мы просто стоим, мы изучаем физику. 16, 18, 18, 19, 20 век. Все, ничего, мы не движемся. Ну, в каком-то роде, да. Телефон вашим перволентом так не считает. Ну, действительно, конечно, современная физика, она должна... Да, конечно, сегодняшняя лекция как раз и задумывалась не научить вас чему-то, а попытаться расширить ваши границы представления реальности до таких степеней, которые сейчас доступны современным ученым. То есть вы должны задуматься об этом и, возможно, почитать еще какую-то литературу или там сходить на другие лекции. Найти информацию, которая бы ответила на ваши вопросы. А потом уже мы все вместе и все человечество будем это обсуждать и найдем правду. Хотя правды на самом деле нет. У меня просто... Всегда существует... Коллайдер начали строить, который еще больше. Мне кажется, что вокруг экватора нормально. Да, да, да. Кольца Сатурна вполне вообще ее могли бы коллайдить. Кольца Сатурна вообще идеальная система. Какие новые вопросы встали перед современной физикой после открытия бозона Хиггса? Ну, вообще говоря, для чего нужно было открытие бозона Хиггса? Для того, чтобы стандартная модель закончила свое формирование. То есть вот теперь она в том виде, в котором ее задумывали ученые. Что же делать дальше? Ведь бозон Хиггса — это не та частица, которая отвечает за массу всего. А нужно понять это. Нужно понять, что такое гравитация, откуда берется масса. И вот на современном состоянии исследований ученые думают, что... Ну, точнее, не думают, это еще Эйнштейн показал, что масса — это всего лишь преобразованная энергия. И вот мы немножечко к этому подошли. Мы подошли к пониманию массы и гравитации. И вот бозон Хиггса в этом помог. То есть... Можно, да, в том же ключе вопрос. Там вот бозон Хиггсовское поле, не напоминает ли оно чем-то тот самый эфир светоносный, от которого отказались в начале 20-го века? Да, конечно, напоминает. Я вообще, говоря, когда готовился к этой лекции, ловил себя на мысли о том, что действительно вот сейчас все безумные теории, которые, ну, раньше говорили там и советские физики, и зарубежные о том, что существует какой-то эфир и, может быть, даже скорости выше скорости света, нельзя точно говорить, что этого нет. Потому что квантовая физика, в том числе, говорит нам о том, что мир наш настолько безумен и интересен, что, возможно, вообще все. Поэтому нужно аккуратно говорить. Это пока экспериментально не подтверждено. Так что, скорее всего, так и есть. Ну, по поводу скорости света, Лаплас занимался тем, что он смотрел, вот брал годовые положения Луны и пытался понять все-таки скорость гравитации из этого. И он так прикинул, что примерно гравитация распространяется примерно на 16 порядков быстрее, чем скорость света. И, то есть, вопрос такие большие вообще от пол того, что квантовая физика, которая сейчас есть, вообще из ТО, это, ну, как бы... Ну, вообще, правда ли это все или нет? Да, если наша реальность может быть голограммой, какая тут вообще правда может существовать? А можно я тебе об этом поподробнее? Ну, существует теория, которая говорит о том, что есть некоторые мультивселенные, которые представляют собой, ну, вот такие сферические изогнутые пространства на границах вот этих двумерных поверхностей, в которых записана вся информация о том, что содержится внутри. И точно так же говорят и о черных дырах, о том, что... Ну, вот была теория Хокинга, да, по-моему, о том, что на границе вот этой вот черной дыры, горизонт событий, да, происходит как раз уничтожение информации. Но может быть и не уничтожение, может просто информация там записывается в виде голограммы, то есть все, что попадает туда записывается в виде голограммы. Таким образом, может быть, что мы все это информация просто, и нас на самом деле не существует. Вообще, итог, что вот я вам рассказывал, что мы все пустое на 99% пространства. Это вот позволяет задуматься. Задумайтесь. А может быть такое, что мы вообще никогда не узнаем правду? Правда, она есть субъективная, есть объективная правда. И эти две правды немного конфликтуют. Вы знаете, я думаю, что на самом деле нет истинной правды, которая вот будет стопроцентной. Есть некоторой вероятностью та правда, которую мы можем принять сейчас на данном этапе развития. В общем, да, Михаил добавил. Позитивизма. Дело вот в чем. Действительно, когда мы оперируем какими-то теориями, мы пользуемся там специально, мы создаем постулаты, специально загоняя себя в рамки. Для чего это нужно? По крайней мере, существует теория, которая воспроизводима. То есть есть такая научная мысль, которая позволяет нам делать то, что мы сейчас делаем, воспроизводить и предсказывать события. Другое дело, что правильно ли мы предсказываем, правильно ли мы представляем этот механизм? Наверное, нет. Но это не важно, пока все работает. Мы строим, по-моему, из мира какой-то красивый дом и смотрим на него, пока он не начинает рушиться из-за тех фактов, которые мы не можем объяснить. Есть некоторые теории эволюции. Я не знаю, это, конечно, мы уже скатываемся в некоторое научное мракобесие сейчас, но я позволю себе, позволю себе, да, с вашего позволения, что все вообще вокруг, это есть единый эволюционный процесс, вот развитие вселенной, то есть она вот расширяется или там охлаждается, планеты как-то, появляются новые звезды и так далее, все. Это есть единый эволюционный процесс со всем, что включено в него, то есть эволюция человеческого сознания, развитие науки, все это объединено. И мы должны понять о том, что мы часть этого процесса, мы не сам этот процесс, просто мы как бы можем лишь подтолкнуть его, саморазвиваясь, и тогда мы, может быть, какой-то правде и придем в конце нашей жизни, в конце каждого индивидуума. То есть не надо относиться к миру как к какой-то материальной вещи, которые там... С тобой не связаны. Да, с тобой не связаны. Все это связано в единую систему, это единая эволюционная такая штука, которая как общее сознание, которое не контролирует нас, а которым мы сами являемся этим общим сознанием, понимаете? И вот наука с этой точки зрения интересна тем, что она действительно дает вопросы на такие вот, казалось бы, вещи, которые были раньше философскими, вот из чего состоит мир, и мы увидим, что мир состоит на самом деле из мельчайших фундаментальных частиц. Но, конечно, философские вопросы никуда не уходят многие, они остаются, и это круто. Наука это очень круто, познание бесконечно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ